Бескрайняя леса и тишина лишь прерывающаяся пением птиц. Мечта миллионов туристов, которые ежегодно приезжают в Краснодарский край. Сегодня леса занимает больше 20% территории региона. Ими покрыто более полутора миллионов гектаров. Но вместо деревьев иногда на этих участках, как грибы, растут жилые дома и особняки. Незаконно. Сегодня на совещании вопрос застройки земель лесного фонда обсуждается в числе первых. Меня Минкондратьев поручил подготовить список лесных массивов, где уже начали возводить объекты капитального строительства. Затем этот документ будет направлен в Краевую прокуратуру. Некорректно, когда лесной массив и вдруг там вкрапление в виде чего-то особняка. Но если они были единичные, и то это недопустимо. Но я смотрю, это уже не единичные случаи. То, что рядом с Геленджиком, там была проведена претензионная работа и поданы иски в суд. Один коттедж и домовладение находится в настоящий момент уже в землях населенных фондах, другой лесной фонд. Но тем не менее возводились они тогда, когда это был лесной фонд. А когда они окатались в землях населенного фонда? Вы только себе представьте, насколько масштаб вакханалии, если под конкретный особняк генплан муниципального образования корректируется. Что-то там за такие небожители-то поселились. Промониторьте. И все побережье, и в целом там, где у нас лесные массивы, они должны оставаться лесными массивами. Лесными массивами, где могут просто приходить и гулять люди, или ходить в походы. Работа должна быть жесткой и беспощадной. Затем, как исполняет поручение губернатора, следит профильное управление. На традиционном часе контроля Максим Туровец озвучивает те районы, в которых срок поставленных губернатором задач давно истек. Больше всего вопросов на совещании возникло к Новопокровскому району. Шесть невыполненных поручений от строительства спортивной многофункциональной площадки до благоустройства парка в одной из станиц. Проблемы были бы давно уже решены, если бы чиновники на местах вовремя подготовили необходимые документы. Было поручено провести работы по благоустройству парка в станице Новопокровской. Из бюджета в рамках госпрограммы это формирование комфортной городской среды на работу выделялось почти 18 миллионов рублей. Но в связи с отрицательным заключением и доработкой проекта документации и риском неосвоения денежных средств администрация отказалась от субсидий. «Сколько проект стоит у вас? Проект сколько стоит? Вы даже этого не знаете. В общем, вопрос. Я думаю, кто вам это писал, он и умеет максимально только писать, оправдывая свое бездействие или бездеятельность. А вы не вникаете, вы даже не знаете, сколько стоимость проекта, который вам нужно достать, выложить и сделать». «Вот тогда разберитесь, кто конкретно, вот тот, кто пишет романы там с определенными кадровыми выводами. Хватит эти жвачки жевать. Стыдно перед населением, стыдно перед людьми. С их подходом жизни человеческой не хватит, чтобы обещания вот такие горе-чиновники выполнили». Вениамин Кондратьев напомнил главам муниципалитетов, что с выполнением его поручений нельзя затягивать. «Это касается руководителей всех уровней и ведомств. При любой заминке не сидеть сложа руки и прорабатывать проблему в ручном режиме. Это должно стать принципом работы кубанских чиновников». Одним из вопросов совещания стало строительство учебных заведений. В некоторых муниципалитетах пришлось перенести сроки. Так случилось в Краснодаре. Максим Туровец напомнил, что по поручению губернатора участок по проспекту имени Константина Обрастова в фестивальном микрорайоне был определен под строительство блока социальных объектов. Но начать возведение школы и детского сада не могли долгое время. Землю возвращали в собственность муниципалитета. Как обстоит ситуация сегодня, рассказал мэр города Евгений Провышов. «Когда построите и выполните поручения губернатора?» «Детский садик построен. Земля через две недели закончит формироваться. И сразу я начинаю проектировать туда общеобразовательную школу на 1100 мест. Рассчитываю, что в январь-февраль следующего года мы получим уже экспертизу. Мы сможем в следующем году приступить к строительству школы. Да, однозначно. Евгений Провышев, это персональное поручение лично вам, чтобы в следующем году мы приступили там к строительству школы. Все. Я еще раз подчеркнула, Алексеевна, он сказал, сможем. Ускоряйтесь, как можете, в следующем году мы вместе с вами начинаем строительство школы. Вот как только экскаватор первый ковш черпнет, вот я приеду на этот момент». На совещаниях такого формата губернатор с руководителями муниципалитетов и профильных ведомств в деталях разбирает, где и как выполняет поставленные им задачи. Следующий традиционный час контроля Вениамин Кондратьев проведет ровно через месяц. Яна Бузычкина, Артем Лычко, Евгений Береснев, Кубань, 24, Краснодар. Продолжение следует...